Один молодой человек, Георгий его замор, страдал, ну страдал как? Он был алкоголиком, это профессорский сын, значит, в семье мать заведующая, кафедра экологитная такая семья, и многие знали. И, значит, не просто один владыка, он сказал, давайте его отвезем в Анцхека, и пусть батюшка Гавлин поговорит с ним, он хороший, батюшка, давайте отвезем, значит, поехали этот владыка, там был еще один протеерей, привезли этого мальчика, чтобы сейчас старец Гавлин поговорил, помолился, или арчитку, или что-нибудь, как-нибудь спасти его. Зашли в Гендук, и Санцгал Гавлин уже знал об этом, это тот, который пьет, как лошадь. Да, я пьет, Георгий, как тебе не стыдно, он говорит, как можно пить столько, но когда есть красное вино, грех не выпей, не достает 10-литрового станиску с красным вином, сейчас мы с тобой будем пить. И тут старец Гавлин, этот Георгий, смотрит, и он нравится, и какой хороший священник. Вот это на самом деле священник. И там встает батюшка в граненый стакан, граненый стакан, эти большие, которые были. И предложил владыке тоже, ваше высокоприятное свящество, вы будете с нами пить? И там матушки тоже находятся. Нет, спасибо. Тогда стойте на месте, он сказал. И они смотрят, как они купили, значит, батюшка Гавлин на ледный дом. Встал и сказал, слава Богу. И акуста Шерстаган, запах. И этот матушник тоже, Георгий, тоже выпил до конца. Потом второй тост, опять встал и сказал, слава Пресвятой Богородице. И он говорит, Георгий вслед повторяет, нечего выпить. То есть он все повторяет, потому что говорит, да да, слава Богу, да да, слава Пресвятой Богородице. Потом третий тост, давайте за Иоанна Крестителя. И он тоже, да да, за Иоанна Крестителя, третий стакан они выпил. Потом налили еще четвертый стакан, Сталин сказал, какой-то тост сказал, сам-то он выпил быстро. Но взмахнул руками в сторону этого молодого человека, он якобы случайно задет его бокал и вину выплеснулось из стакана. Ой, извини, дорогой, я стучат. Да ничего, батюшка, говорили, все же выпил. Конечно, это все до конца даже на сегодня выпил. Налил пятый стакан, опять, значит, он выпил, потом навойкнул. И выходит так, что старец говорил, пьет, 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 где-то уже десять стаканов. Он там выпил, а ему не дает возможность, якобы случайно задевает его, и больше трех стаканов он не пьет. И он уже чувствует, что что-то не так. И он уже не нравится, уже эта ситуация там Георгию. Останец, якобы, обвинен и качается. Что здесь происходит? И он начинает коричать. Оборачивается этим людям, владыке, там, протоиерею. И, я не знаю, если услышать, сам грязным матом покрывает всех. И он шутил, потом оказывает. Нет, я иерархически все сделаю. Сначала на дыбу, потом в конце, в самом конце Георгию. А они знали, что это его действие. И потом старец говорил, как будто взял этот стакан. Данин разбил этот стакан. Берет эту канистру. И начинает из канистры пить. И, значит, по лицу. Значит, это красное вино льется. У него, значит, мантия уже вся мокрая. Он меня обвиняет. Потом это тоже выбрасывает. И запрыгивает на стол и кричит. Принесите мне стол. Стриптиз хочу станцевать. Стриптиз, стриптиз. И они все с опрометю выскочили из тени. Потому что никто не хотел увидеть, как станет. Будет якобы танцевать стриптиз. Но очень испуганные они пошли. С твердой уверенностью в том, что этот сам, этот человек нуждается в рикарствах алкоголизма. Не то, что других людей нужно приводить на архивни к нему. И он кричит самые грязные слова. Я сказал, мы пошли. Скоро, по-моему, даже через два месяца Старец Гавриил скончался. И пришла семья этого молодого человека. И сам тот молодой человек. В Сантраму встретиться со старцем Гавриилом. И этот человек, Георгий, был совершенно исцелен от этого греха. И знаете, как оказалось? Оказывается, когда Старец Гавриил ругался матом на владыку и на этих. Оказывается, он точь-точь повторял его слова, когда он пьянел и когда он ругался там это самое. И когда он кричал, что я хочу стриптиз танцевать. Оказывается, вот мать этого Георгия вспоминала, что он придет в Драмадан пьяно домой. Никого не узнает. И раздевался иногда. Еле снимались со стола. И кричал, что я стриптиз хочу станцевать. То есть, что сделал Старец Гавриил? То есть, его действия. Он самого себя со стороны показал. Вот ты такой, и вот это тебе нравится. И он бросит пить. И представьте себе, а для старца не имело значения, что будут о нем думать. Будут думать, что он стриптиз должен был станцевать. Почему он ругался? Главное – спасти человека. И это у него получилось. И всегда получалось. Со всеми у него был своеобразный подход. К каждому человеку относился своеобразно. У некоторых он восхвалял. Прям вот окрылял похвалой. Ты моя царица Тамара. Ты мой царь Николай. Вообще хороший человек. И нужно тебя целовать. Молодец. А некоторых вообще сравнял с землей. Часами ставил на колени и не позволял вставать. Но кто знает, почему он это делал. Но что самое главное? Никакой обиды не оставалось, когда он даже грозил. Вот за одной монахиней он гонялся с большой палкой. Вокруг там хавро бегали. Я побью тебя. А монахиня бежала, порой оглядываясь назад. Я не боюсь вас, матюшка. Не боюсь, не боюсь. Ох ты, получишь он. Потому что под этой палкой и вот этими словами скрывалась большая любовь. И старец, когда смеялись, особенно матушке, о чем посмотреть на это. Чего мы расхохотались? Турицы мы. Вы что, теперь что об обретении царства небесного получили, что ли? Зачем смеяться сейчас? Но сам он смешил во время литургии. Он иногда бывало, вот пришлет патриарх какого-то владыку в Сан-Хавро, что сегодня ты будешь служить. И он не давал возможности. Мне не нужна твоя служба, ты ничего не знаешь. Обычный дегенерат. Я же с детства тебя знаю, и он сам служит. И иногда он прервал даже патриаршей богослужей. И патриарха однажды вышел, значит, из антаря патриарх, и батюшка начал уродствовать. Патриарх очень тихо, спокойно смотрел, где-то полчаса. Потом, когда закончил, батюшка говорит уродствовать, Патриарх спрашивает, Варюша Гаврилович, а сейчас можно продолжать богослужей? Можно. Единственный был человек-патриарх, который не осуждал его. А многие его и осуждали, и кормить тоже ничего не давали, хотя он не нуждался. Он сам прихожане приносили еду, но он сам раздавал. Не допускали доброй части, особенно после поджога портрета Ленина. Это в 1965 году, когда Хрущев мне незадолго говорил, что я сейчас вам скоро последнего папа по телевидению буду показывать. И тут в небольшой республике окраина Советского Союза появился монарх, который просил вызов идолопокорству.